В зале Зимнего театра нет свободных мест. Для подведения итогов года сюда пригласили сотрудников администрации, депутатов, представителей ТОСов, активистов общественных организаций. Глава города Анатолий Пахомов озвучил главные цифры 2015-го. Это был первый год, который Сочи прожил без федеральной поддержки. Основное достижение – курорт принял 6 миллионов туристов. Более 62 тысяч номеров были загружены в среднем более чем на 80%. На совершенно новый уровень вышла главная отрасль нашего города – санаторно-курортная. Все больше и больше россиян проводят свой отпуск именно у нас. Именно безопасность и доступность выгодно отличает наш город от зарубежных курортов. И сейчас, в эти праздничные дни, к нам на встречу Нового года и Рождества приехали сотни тысяч гостей. По нашим прогнозам, за зимний сезон Сочи примет около миллиона отдыхающих. Стремительное развитие получил и событийный туризм. За этот год Сочи принял 195 значимых мероприятий. 64 из них международные. Всероссийские пляжные игры, чемпионат мира по керлингу, всемирные игры ампутантов и колясочников, конвенция «Спорт-аккорд», фестиваль «Новая волна». Впереди первые ночные гонки «Формулы-1», всемирные хоровые игры. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, значительных успехов удалось добиться и в социальной сфере. Было построено три детских сада. Еще один детсад и школа откроются уже в следующем году. Мы в следующем году построим новый перинатальный центр на улице Пластунской. А сегодня мы говорим, что у нас уже, еще год не закончился, родилось 7 тысяч малышей. Еще одно достижение удалось уменьшить очередь на переселение. Новые квартиры уже получили 1700 человек. Еще 750 – это очередники – получили квадратные метры из Олимпийского жилфонда. В следующем году будет решаться и вопрос с берегоукреплением и водоотведением, чтобы минимизировать ущерб от природной стихии. Мы прошли буквально все стихии, кроме вулкана. Застраховаться от стихий практически невозможно. Но создавать условия для того, чтобы эта стихия была меньше силы, можно. Вот и сейчас в поселке Вирно ведутся работы по водоотведению. В Зимнем театре подвели итоги городских конкурсов. Знаки отличия получили активисты за участие в военно-патриотическом воспитании. Также были вручены медали за безупречную службу городу Сочи и за вклад в его развитие. Отметили и лучших предпринимателей, и руководителей городских предприятий за самое яркое новогоднее оформление. Подвели и итоги одного из главных конкурсов – на лучшее благоустройство. Были отмечены лучший домком, село, самый чистый и ухоженный двор и подъезд. После того, как сделали капитальный ремонт нашего дома, дом стал привлекательнее. У меня появилось непреодолимое желание благоустроить территорию. Я бы хотел, чтобы национальной идеей нашего города стало благоустройство территории города. Ну а по итогам всех конкурсов лучшим по благоустройству и новогоднему оформлению был назван Адлерский район Сочи. Завершилось мероприятие ярким новогодним концертом.